То есть это была одна как бы страна. Аляск в прежнем Америке, да, они же ее на какое-то время брали в аренду, типа не вернули. А, давай-ка родимую взад. А потом, видимо, произошло, когда нашествие Чингисхана, то есть они же оттуда пришли, и они называли себя великими тартарами, монголами. И, как бы, люди-то приняли, вот те же пололжские булгары приняли название татары, астраханские хазары приняли тоже название татары, и крымские, там куча всяких народностей тоже приняли название татары. То есть, ну а до этого они-то по-другому назывались. И, как бы, вот это вот нашествие... Монгольская ига, это вот это? Татаро-монгольская. Ордак оттуда произошел у нас. А мне все кажется, он из Чингисхана там. Наверное, его был прадед Чингисхан все-таки, у него вот есть что-то такое. Есть такие... На черепах сидит? Есть такие версии, что якобы Чингисхан был... Русский? Голубоглазый, если пололосый. А, ну... Это истинный арест. Я вообще считаю, Иисус-то голубоглазый, он же как бы... А там вдруг он какой-то еврей. Его же всегда рисуют голубоглазый. Мамы как-то бы рисуют. Мне всегда казалось, что Иисус русский. Не исказить образ, а создать. Адаптировать к народу, я думаю, да. А, наверное, где-нибудь в Африке он, наверное, негр. А рисуют, да, вот эфиопы, они же православные. Они рисуют негр, да, его? Негр. Там закипело, кстати, чайник. Можно, да, кстати, его присутить. А вот она, возделенная баночка. Для меня вообще было откровение, что вот эти варвары, которые Рим разрушили, они на самом деле были христиане. Да? А, эти вот, которые вот крестовый поход? Ну, можно сказать, крестовый. Я сейчас могу понять, что это был крестовый поход. Раньше так, как говорили, что это были варвары необразованные, там, глупые, которые пришли и разрушили в Великий Рим. На самом деле, я тут узнал, что это были христиане, и у них было ответвление о какой-то арии, которого признали как эритика ария. Но он был христианином. Ну, это хорошо. Его отлучили. Там, Константин, по-моему, отлучил. Ну, это свидетели Ивовы. Вот арийская ересь, это свидетели Ивовы. Арийская ересь. Все вот эти варвары, там, ересь Ария. Готы, звезд Готы. Вот какие умные. Гонгобарды, вот эти все вот. Егора не хватает для умных рычей. Они были на самом деле христиане. И это можно сказать, я как понимаю, что это был своего рода крестовый поход, как бы, ах вы так. А мы вам вот так. Мы вас отлучили, а мы вам докажем, где истинная сфера. Мы пришли и доказали, и в результате там сейчас уже. Уже все не то. Не то, что было раньше. Ну да, архитектуру мне вот это вот, когда разрушено, это жалко. Он нюхает. О, это надо снимать. Я не могу. Вот она кофейная. Яс. 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 Что-то тут явно непростой. Вот все, он смеется. У тебя зависимость просто. Что я лажала, где сушливая лепка. Горелика на плянные поля. Вот смотрите, зрители, это кофе. Я его нюхаю. Хи-хи-хи-хи-хи. Я прет. Сам я оригинал. Хи-хи-хи-хи. Даже чуть-чуть. Это Егору ученики подарили. Наверное, понятно, что они туда насыпали. Сейчас проверим на ученике Христа. Ну-ка, эффект будет тот же. Ну-ка, нюхай. Что, не ржешь? Нет, значит, у него Бог защищает. А тебя не защищает. Точно там с добавочками. Как там? Усилители вкуса, усилители запаха. Не поддавайся. Матаренный кофе. А меня от него прием. Ну, ты любишь его просто. Я тоже кофе. Я тоже кофе.